Дональда Трампа Это решение Байдена по ракетам отменит Сын избранного президента вообще не стал миндальничать И назвал имбецилами всех причастных к этому решению Из-за желания погрузить мир в Третью мировую войну Ну с темой ракет, пожалуй, сегодня и начнем Давайте два месяца потерпим, пожалуйста Мы никуда никому ничего не пришли Мы отказываем, как терпеть, Александр Николаевич Действительно только и может подхватить Давайте потерпим два месяца А потом? Посмотрим, что будет Прямо Ну именно так Так, если мы рассмотрим вот этого чувака, который через два месяца Вот эта постепенность через два месяца Что с ним? Во что она вылится? Да, или она как-то закончится? Для того, чтобы ответить Во что вылится? Постепенность через два месяца Надо знать, что произойдет и что сделает Россия за два месяца Россия Если исходить из того, что не произойдет ничего То, скорее всего, и там будет продолжаться вот это вот неопределенное Может, тогда прервемся? Да, да Потому что, да, по российской позиции я абсолютно согласен с Максимом Анатольевичем Что мы не будем сейчас тут дурку валять и психовать А вот по их позиции Ну единственное, что мы пока можем делать Это какой-то анализ на основании того, кого он берет в команду Вот я предложил там еще несколько таких назначений И интересных фамилий Ну да, да, да Трамп тоже делает какие-то намеки Ну, официально он назначает людей в свою будущую администрацию Но это вот каждый раз начинается обдумывание Что означает этот шаг там А что он на самом деле не означает Вообще, из всего, что говорили, пока не подтверждается только история с Такером Карлсоном Потому что, как вы помните, говорили, что якобы его назначишь предсекретарем Там уже теперь это место занято Ну, давайте посмотрим сюжет Спецпосланником по вопросам урегулирования конфликта на Украине Может стать адвокат Трампа и уроженец Москвы Борис Эпштейн Пишет газета New York Times Якобы Эпштейн сам просит сделать его эмиссаром Зеленский на фоне безрадостных инсайдов из Вашингтона продолжает хорохориться В выходные он твердо и четко заявил журналистам, что ни на какие переговоры и уступки не пойдет Пока сам не решит, как быть В эти заявления оперативно отреагировал Илон Маск, который займет должность министра по эффективности в администрации Трампа Миллиардер выложил фрагмент интервью, где Зеленский говорит, что США не смогут заставить его сесть за стол переговоров, добавив ироничную подпись У него потрясающее чувство юмора Слушать колки и комментарии Киеву скоро придется и от будущего самого молодого пресс-секретаря Белого дома Каролины Левит, которую назначил Трамп Ей всего 27 лет и она крайне скептически относится к продолжению помощи Украине Мое сердце, конечно, переживает из-за Украины, которая достойно борется с Владимиром Путиным Он зловещий диктатор и бандит Однако прямо сейчас я переживаю за жителей стата Ньюхэмпшир, которые буквально выбирают между отоплением и едой Девушку пока оставим в покое, а вот, Максим Иванович, без Эпштейнов никак нельзя вот обойтись А вы знаете, Эпштейны бывают разные Я понимаю И Шапира разные бывают Бывают, да, и принципиально важно выходцы эти Эпштейны с Украины или из России Вот поверьте, я внимательно слежу, и у меня, особенно в соцсетях, очень много людей там Могу ли я предположить, что российские Эпштейны получше, чем украинские? Принципиально разный подход Вот те люди с похожими фамилиями, кто родился на Украине Почти никто из них не пытается даже сохранить объективность И они даже вот по части радикализма, они многим украинцам Фору дадут Что касается людей от национальности, выросших в России Ну, в общем, посмотрите даже вокруг, из нашего окружения Очень здравый взгляд Хорошо, но у него нет, правда, слушайте, дипломатического опыта нет Под следствием находится Ну, как-то... Ну, а что, он один такой, у кого нет опыта в будущей команде? Вот мне кажется, если этот человек займется украинским досье, плохо не будет Потому что, понимаете как? Договориться Ну, даже не знаю, как вот это на узкий лед, на тонкий лед такой межнациональный Ну, можно с ними договориться, вот с такими ребятами С такими, я считаю, договориться С такими, я прошу понять, нас правильно у нас тут Хватит, как слиться, Александр Николаевич Никакого антисемиона сидит тут доволен Еще в этот момент показывают замечательный план за диван Он, судя по всему Да, прямо прекрасно Не зациклен вот так вот на этих всяких На морали, на морализаторстве, на принцах Хорошо То есть беспринципный Александр Николаевич тут что-то хочет Там команда Байдена, посмотрите, внешнеполитическая команда была Там этой национальности были трое главных И блинки Какой национальности? Вы кого я ведете? Ну вот с похожими, да И как-то вот не очень хорошо Это антисемиотизм превратилась в 10 максов Анатольевича Но никто из них не родился в России Хорошо Поэтому нормально Что вы веселитесь? Да здравствуй Я веселюсь Потому что, ну во-первых Если бы я отвечал на вопрос об Эпштейне То, наверное, я в последнюю очередь Обратил бы внимание на его национальность Но суть не в этом А теперь я могу только повторить Тезис Маска По поводу, только применительно к Трампу По поводу того, что у него гениальное чувство юмора Потому что назначить Эпштейна Вы думаете, это троллинг? Переговорщиком Да нет, это просто гениально Вы вдумайтесь Назначить Эпштейна Ответственным По переговорам С Зеленским С одной стороны Тоже практически Эпштейн Да И с Путиным С другой стороны Известным своими симпатиями К евреям Вот Ну это гениальный хор Так А что-то кроме национальности Мы можем как-то вывернуть из этого Эпштейна? Я дам один маленький комментарий В команде Трампа Этого человека зовут Яша Самозванец Вот и все Яша как? Яша Самозванец Вот Эпштейн этого Да То есть не будет никакого назначения Он очень сомневается А почему он Яша? Или это идиослов и по-английски Нет, Яша, Яша А почему Яша-то? Потому что Яша-то идет с Брайсом Бич очень активно То есть он не Боря, а Яша? Ага А кто в команде Трампа способен это оценить? Для этого надо знать русский язык Кто там знает русский язык? И Трампу в уши вдут, что он Самозванец Кто-то способен? Способен, способен, вы видите Бандиты какие? Это все контрэлита Это антисистемщики Которые постоянно критиковали Существующий курс Американских властей И которые сейчас нам предпринесут Массу кризисов Ничего они нам не предпринесут Подождите Вот назначили эту девицу Она такая Прям американская буренка Там место проклятое Буренка Вот И что вы от нее слышали? Она еще не думает Значит Путин бандит Путин там что-то такое Там Украина То есть в принципе Ну что-то ожидать При этом она готова Всюю территорику задвинуть Всего ли Задвинуть и говорить То, что ей скажут Надо понимать Это 22-й год Тогда все они были на эмоциях Но при этом Она все равно ставит акцент так Что для меня важнее Ньюгемпшир Вы на это обращайте внимание А не на то, как там Кто обзывает Кто-то сам так называет Кто сказал Путин Ну а вы миротворцы вместе со мной Так и я миротворцы Хрен знает сколько лет Ну вот хорошая компания